Друзья, всех приветствую на канале, я продолжаю комментировать развитие ситуации в Украине в контексте американских выборов. Сразу скажу, что тяжело комментировать политику, особенно в период выборов, поскольку население радикализовано, и тут либо с нами, либо против нас. Все, что бы ты ни сказал, будет воспринято негативно одной или другой стороной. Но я здесь не для того, чтобы лить вам сладкие речи, говорить то, что вы хотите слышать. Если вы спросите меня лично, за кого бы ты голосовал на американских выборах, то я бы голосовал против всех. И мое видео не политическое выступление. Я обычный человек и хочу разобраться, что происходит. Итак, на данный момент мы знаем, что Зеленский и Ермак политически на словах выступают за продолжение войны неограниченное количество времени. Но не для того, чтобы освободить Украину, а для того, чтобы не проводить выборы и, соответственно, вечно находиться у власти. С моей точки зрения, если Зеленскому дадут какие-то супер гарантии, что его не тронут и не посадят после окончания, то Зеленский, возможно, пойдет на соглашение о подписании мира. Но на данный момент он набивает себе цену. Торгуется. Здание «Украинская правда», которое обслуживает офис за Ермака, сегодня утром повесило на главную новость заявление Ермака, что для переговоров Россия должна отойти на границе 24 февраля 2022 года. Что физически является невозможным. То есть посыл Ермака таков, что война будет продолжаться бесконечно и никакого подписания мира, по его словам, не будет. Может ли Украина самостоятельно воевать? Нет. Если не будет американских денег, война достаточно быстро закончится. В предыдущем видео я рассказывал о том, что кандидат в президенты США Трамп предлагает подписать мирное соглашение и закрепить те территории, которые контролируют Россия и Украина на данный момент и остановить этот конфликт. Это не нравится части населения Украины. Они называют это «сдачей Украины и капитуляцией». Это также не нравится за Ермаку, но по другой причине, поскольку тогда закончится война, а следовательно отменяются ограничения, нужно проводить выборы. И Зеленский боится, что его просто разорвут, потому что в Украине могут начаться политические волнения, массовые акции протеста. И что может произойти с Зеленским и Ермаком? Они, собственно, боятся этого развития событий, потому что они думают, как бы так это сделать, чтобы, если уже заканчивается, то получить гарантию личной безопасности. Второй кандидат Камала Харрис на словах отказывается о том, чтобы подписывать какой-либо мир и нужно продолжать войну, освобождать территории, то есть выступает за продолжение войны. Но кандидат Камала Харрис не конкретизирует, а как именно эта война будет продолжаться. Если вы предлагаете воевать и совершать какие-то действия, рискуя жизнями украинцев, пожалуйста, огласите четкий план. А что вы собираетесь делать? Как именно это будет происходить? Я внимательно слежу за информационным пространством и вижу, как простой человек, вот то, что я наблюдаю, да, возможно, я могу ошибаться, но то, что я лично наблюдаю, мои личные наблюдения, это то, что армия в основном демотивирована. То есть люди не хотят воевать, не хотят дальше, собственно, продолжать эти действия. Как именно Зеленский планирует дальше осуществлять свою политику? Забрасывать людей на фронт путем насильственной мобилизации, то есть ловить людей на улице, заталкивать их в микроавтобус, далее отправить в учебку и на фронт. Это должно продолжаться бесконечно, пока он, собственно, ведет торг. Как же, собственно, так исхитриться, что вот если уже подписываем мир, то чтобы выбить себе личную безопасность. Но они пока что не считают, а что будет после того, как люди физически закончатся. Наверное, по их мнению, до того момента они уже договорятся. Вечный вопрос в комментариях. А что ты предлагаешь? Ты хочешь сдать Украину Путину? Гневно спрашивают на Ютубе в комментариях. Во-первых, я не политик, я гражданский. Если политики не предлагают, а спрашивают у гражданских, а что вы предлагаете, тогда уходите с работы, и гражданские будут сами решать, что дальше делать. Во-вторых, а кто вообще будет выполнять то, что я буду предлагать? Ну хорошо, я предлагаю какие-то вещи. А кто будет это выполнять? Зеленский? Ермак? Может, Камала Харрис или Трамп? Например, в 2014 году я предлагал после революции на Майдане не назначать коррупционера во власть, проводить реформы, заниматься правами человека. Иначе я говорил, что это приведет к успехам России на информационно-политическом фронте, продвижении своей повестки дня, развали Украины, полной дестабилитации государства и вообще страшным бедам. Я это все говорил с 2014 года. Кто-либо меня послушал, кто-либо хоть один процент сделал того, что я говорил. Нет, а смысл тогда мне предлагать? Ну, все равно же никто не будет это делать. Если вам интересно мое мнение, чтобы не обсуждать вопрос подписания мира, отвоевания территорий, нужно делать все, чтобы война не состоялась. А если ты уже предполагаешь, что война может произойти, так делай все, чтобы противник не захватил твои территории, которые нужно потом будет отвоевывать. То есть делай все для обороны государства. Давайте посмотрим, что делала украинская власть до 2022 года. Нам рассказывали, что война это фейк. И все, кто говорят о потенциальной большой войне, потому что война началась в 2014 году, это было для никого не секретом. И все, кто говорят о большой войне, это те, кто раскачивают Украину, расшатывают государство, работают на врага. Нам же это говорили. Соответственно, у государства была такая политика. К чему это привело? На сегодняшний день я не вижу, чтобы Украина имела физический шанс отвоевать назад за охваченной Россией территорией. Но это не моя вина. Это государственная политика Украины. Они, собственно, делали все для того, чтобы это произошло. Что касается США, вы можете голосовать за кого угодно. Мне все равно. Я ни за кого агитировать не буду. Это лично ваше дело. Я приму любой результат. С моей точки зрения, украинское население не представляет никакой ценности для Америки. Украина представляет ценность для Америки, точнее, не для Америки в целом, а для некоторой политической части, политической элиты. Только лишь потому, что она находится у границ России. Если бы Украина находилась где-нибудь в Африке, то о такой стране в Америке никто бы даже и не вспомнил. Я уже писал в телеграмме, что украинцы, как и русские, вместе, находясь в одной стране СССР, вели холодную войну против США и блока НАТО. Вместе строили ракеты, направляли их на США, вместе служили в спецслужбах, в армии, вместе сражались с капиталистическим Западом. Для Америки украинцы и россияне – это советские люди. Участие американской элиты есть идея фикс, что им нужно ослабить Россию. Причем, лично мое мнение, не по-настоящему ослабить, что вот действительно мы хотим ее ослабить, а для того, чтобы на этой теме говорить речи по телевидению и чтобы за них голосовали люди. То есть у них это как бы такая политическая программа, но она не по-настоящему реализовывается, а просто для того, чтобы побеждать на выборах и находиться у власти. Но хочет ли эта политическая элита, чтобы в этих сражениях с Россией участвовали американцы? Конечно же нет, поскольку это вызовет общественное волнение. Куда выгоднее, чтобы в этом принимали участие другие народы? Сейчас между собой сражается советский народ. В их глазах сражается советский народ. И кому какая разница, сколько советских людей погибнет, сражаясь, чтобы ослабить одну из бывших республик СССР? Так географически сложилось, что в этом участвует Украина. И украинцам предписали роль, собственно, быть в этом расходным материалом. Потому людей хватает на улицах, забрасывают на фронт. И в Америке не слово о том, что нарушается права человека. Потому что права человека могут нарушаться только тогда, в отчетах, в заявлениях, только тогда, когда это политически выгодно, когда можно обвинить, допустим, Россию, что вот в России нарушаются. А если в Украине нарушается права человека, но это входит в рамку политической стратегии, по ослаблению, по проведению политических операций, то на это можно закрыть глаза. Это лишь подтверждает тот факт, что по-настоящему никто не переживает за украинцев. Мое мнение, если у вас идея фикс ослабления России, сражайтесь своими силами. Но вы этого делать, конечно, не будете. Просто одна политическая сила в США говорит о том, что мы не хотим в этом принимать участие, мы отойдем из этого конфликта, и выясняйте отношения между собой. Вторая же политическая сила говорит, что мы хотим ослабить одну из сторон, используя в этом другую сторону, используя жизни одних, чтобы забрать жизни у других. Вот и все. Хорошего дня.